Сергей Лавров, глава МИД России, утверждает, что российская сторона не опровергала факт присутствия дополнительных войск на границе Украины. Он добавил, что военнослужащие России регулярно проводят учения. По словам министра, украинское правительство поступило таким же образом, когда направило половину войск на юг и восток страны. Российские войска сейчас на территории России. Сергей Шойгу, министр обороны России, сделал так, чтобы военные учения проводились на постоянной основе. Министр пояснил, что армия должна быть готова в любой момент. Таким образом, Российская Федерация демонстрирует свою готовность к началу военных действий. Лавров отметил, что в случае, если интересы граждан России будут нарушены, российская сторона не видит другого выхода, как действовать согласно нормам международного законодательства. Министр уверен, что войска России находятся на своей территории. Лавров считает, что в украинском государстве были замечены запасы оружия из Америки, поэтому российская сторона хотела бы провести расследование по этому факту. Голова МИД России сказал, что пару сотен частных военных организаций с названием «Грейстоун» были направлены из Украины в Украину из США. Стоит отметить, что 17 апреля глава России Владимир Путин во время прямой линии заявил о том, что зеленые человечки на полуострове были российскими военными. До этого он опровергал факт присутствия российских спецслужб на территории Украины, так же, как на данный момент отрицает то, что на востоке украинского государства действуют военные из России. Лавров дал понять, что вооруженные силы России находятся в полной боевой готовности и в любой момент могут ответить на угрозу интересам российских граждан. Он заявил, что если россияне будут атакованы, то Россия незамедлительно ответит. В случае, если законные интересы русскоязычного населения атакуют напрямую, как это случилось в августе в Южной Осетии, российская сторона не видит другого выхода, как действовать согласно международному праву, так как нападения на российских граждан приравниваются к нападению на саму Россию.